В Центре социального обслуживания «Вера» обычное утро посетителей и сотрудники заняты привычными делами. Одни кратают время в беседах, другие спешат на процедуры, третий готовится к занятиям. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Пожалуйста, пожарная тревога. Звучу, что я попереду, кричурую. Здравствуйте. Андрей Анатольевич, в отделении дневного пребывания, номер один, об одном ночах сгорания. После объявления тревоги начинается эвакуация сотрудников и посетителей центра. Надо отметить, что этот процесс проходит организованно и без лишней суеты. Покинув здание, все отправляются в сквер у администрации муниципалитета. К месту эвакуации сбора Ирина Семеновна вас отведет, заведующая отделением СРО. Все идем в сторону администрации. Спустя считанные минуты появляются пожарные. Их действия слаженные и отточенные. Правда, на самом деле, никакого возгорания нет. В центре «Вера» проходит плановая общеобластная тренировка по противопожарной безопасности. И эвакуация только часть их. Во-первых, мы довели до работников и посетителей соцуслуг лекционно двумя темами. Это понятие, что такое природные и техногенные опасности. В дальнейшем мы показали им первичные средства тушения, а также средства спасения. А в последующем уже основным элементом для центра социального нашего обслуживания является эвакуация. По легенде учений, в здании оказался человек, который не смог эвакуироваться. Он как раз находится в том месте, где по сценарию произошло возгорание. Спустя минуту он уже оказывается на свежем воздухе. Каковы результаты операции? Один спасенный и 53 эвакуированных. С задачей справились. Несмотря на то, что все действия пожарные выполнили, как на настоящем возгорании, воду подавать не стали. Главное в учениях – организовать эвакуацию людей. Впрочем, в центре к этому народ привычный. Не страшно было? Нет, не страшно. Все не хорошо. Тренируемся в месяц один раз. Все нормально. Все довольны. Подобные тренировки позволяют понять, какие проблемы могут возникнуть в случае реальной опасности. Ведь посетители центра – пожилые люди и инвалиды. И в этот раз есть на что обратить внимание. Сейчас приехала пожарная машина. К сожалению, с первого раза не смогла заехать на нашу территорию. В связи с тем, что поблизости расположены автомобили жителей, которые проживают напротив. Я думаю, что этот вопрос мы возьмем на контроль и будем решать для нанесения необходимой разметки, если это необходимо, либо установки знаков. После окончания тренировки жизнь в центре «Вера» вновь потекла своим чередом. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.